Саша, представьте, вы сейчас будете работать с внутренним пространством, поэтому на меня смотреть не обязательно. Представьте, пожалуйста, себе, может быть, что-то, может быть, еду, актуальная тема? Да, мы только что прошлись по кофе на моем помене, и просто вот мы зацепились за эту тему. Может быть, кофе подойдет? Правильно, это тоже. Что у вас с кофе? Вы нужна меньше пить или что-то? Нет, мы уже в состоянии, что прям срочно надо. Теперь мы заедем, почему? Теперь поесть. Сначала за работой, но заесть. Давайте так, нужно будет два образа. Что-то, что, может быть, не очень нравится, но было бы полезно. Ну, а с другой стороны, то, что нравится, и вы с удовольствием это едите или употребляйте, я не знаю. Но я ничего такого не употребляю. Ничего такого вещества? Да. На что не сильно валяю, ну, допустим, люблю мученую, булочкой. Ну, это не полезно. Ну, не полезно. Не полезно. Но употребляю. Ну, это не полезно. Да, понятно. Хорошо. А тогда... Надо употреблять их меньше, да? Не, ну, безусловно. Я говорю, а теперь уже представить то, что... А теперь представить полезную еду, которую ты не любишь. Ну, не то, чтобы не любишь, которую вы кушаете, она вам нравится, но при этом вы понимаете, что она полезна. То есть, вам нравится? Да. Ну, допустим... Нет, давайте так, сейчас, 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 сейчас. Чтобы вот эти нюансы учить, давайте вот нейтрально относиться. Ну, хорошо. Ну, дальше, чем уже... Ну, полезно. Знаете, маленькая вот история. Просто так получается, что в 2009 году я, после дня рождения дамы товарища, пришел домой, думаю, нужно осторожно зарегистрироваться в Одноклассниках. Зарегистрировался. Контрольный вопрос был. Любимое... Ну, это называется. Любимое блюдо. И вы понимаете, это было какой-то апреля 2009 года. До сих пор не могу подобрать любимое блюдо. Я все равно. Я и пельмир, и блюдо. Я и все, и все перечислил. Он говорит, торчис кисто. Ну, все, ничего не подходит. Я не знаю, что он мне в тот момент показалось любимым. Давай. Ну, хорошо, давайте, к чему вы нейтрально относитесь. Ну, какую-нибудь суть. Яблоки. Яблоки? Они полезные. Да, у тебя как яблоко, это очень нейтрально. То есть, нигде не хорошо, а среднее. То есть, можете есть, можете не есть. Вожу, да. Хорошо. Приставьте себе булочку. Представляю. Все. Нет, не подойдите. С яблоками. Нет, не спешивайте образы. Они не должны пересекаться. Поэтому давайте уберем яблоки, что я какую-нибудь другую альтернативу, которая не бывает булочкой. Пасочка, 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 булочка, пасочка. Нет, не булочка, где не бывает яблок, а булочка, начинка, начинка, которой не бывает. Супчик, там, кашка. Булочку в кашку не запихнешь. Можно отмечать? Кстати, в булочку можно запихнуть супчик. Все, что угодно можно запихнуть. Чише подают. Это редкое явление. А можно то, что я не люблю? Ну, давайте. Запихнуть туда. Возди. Холодец. Меня все пытаются навялить. Холодец. Я не то, что не люблю. Все, давайте, переставляйте свою булочку. Пожалуйста. Я не переставлю эти булочки. Давайте мы сейчас сделаем все-таки технику. И посмотрим, а потом будем все представлять. Булочку. Представляю. Опишите, пожалуйста, этот образ. Какой? Она, знаете, вот, примерно такая вот, сверху, как косичка, не такая, румяная, поджаренная. А размер такой? Размер такой, наверное, свичный. Все такая. С свичный. С колотцом. Хорошо. С свичный? А насыщенность рисунка там? Ну, сочная такая. Яркая, только что испекли. Еще запах от нее идет. И она рядышком, да? Вот. На расстоянии выйти на вторую часть. Ну, да. Хорошо. Объемненькая, да? Судя по всему. Ну, да. Судя по всему, да, человек представляет. Я вижу, что чуть поджариваю, такой форочный. Запах, да? Запах чарующий просто. Хорошо, хорошо. Ну, сейчас немножко отвлекитесь от булочки. Вот здесь холодец, Греб, представьте. Там, Греб. Я представляю такую чаблую, да, Фигарю. Эмалированный. Где-то там и не сели все-таки. Да ладно, он здесь, там, на столе, поставит. О, Сань, холодец. Как-то я обстоим, а не ем. Холодец. А размер какой? Как ели? Побольше, да? Да. Как настольная игра. Хорошо, картинка объемная, придвешенная. Вполне, да, объемная. Насыщенность. Цвет белый тазик какой-то. Ну, не тазик, а не ровная какая-то непонятная штука. Тихо, я уже не могу. Задавайте мне комментарии, пожалуйста. Потерпите. Там что-то такое вот залитое желатином, не желатином. Ужас какой-то очень. Картинка яркая? Нет, это слово. Тоже яркая. Бедную хрюшку вижу в этой ситуации. Она светлая или темная? В смысле... Сама по себе картинка, которую вы видите. Светлая, да? Она заключена в рамку или нет? Нет. Там есть какая-то там динамика, движение, астетичная? Он дрожит, да. Нет, ну если, допустим, я подойду, это так, в моем образце, это так вот. Подойдет ровно, но я вот, допустим, чувствую, ну, или вижу, как-то, потому что пойдет такое вот, дребезжание. Угу. Хорошо. Теперь немножечко отвлекитесь и вот вспоминайте вот вашу булочку. Сделайте ее больше. Это праздничная булочка. А теперь отодвиньте ее вот туда, к холодцу. Даже может холодец закрыть, пока сверху. Угу. Сделайте ее менее яркой. Угу. Сделайте ее еще светлее. Как булочка из советского фильма. Черно-белая представила. Можно? Ну, мы сейчас не говорим о черно-белой, а сделайте ее такой же по насыщенности, как холодец. А, такое было изначально. Угу. А, и отодвиньте ее на спину. Угу. Угу. Как сейчас булочка распринимается, если я не подумаю? Ну, я не вижу, не знаю. Где-то далеки. Угу. Как нереальная какая-то булочка, кажется. Холодец реальный. Угу. А, если бы сейчас предложили булочку вот здесь? Да. Угу. И я там видит назад. Назал-то смысле туда? Туда же. Ну, тут сауну. Угу. И что? Отношение на булочке сейчас какое? Не особо серьезное, говоря. Или как? Ну, хочется булочку, не хочется. Или к ней спокойнее? Нет, к ней спокойнее. Хорошо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok